На первый взгляд может показаться, что это птицы. На самом деле позади меня десятки рыбаков. И надо сказать, что они поистине бесстрашные люди. Ведь наша съемочная группа заходить на территорию водохранилища не рискнула. Эти кадры мы сняли 7 марта. В тот день, как было объявлено на Котовском водохранилище, должен был пройти областной чемпионат по ловле рыбы. Внимание, со льда. Лед в тот день, конечно, еще местами сохранился. Было неясно только, как до него добраться и насколько это занятие безопасно. Кстати, отношение рыбаков к этому водоему нашему телеканалу известно давно. Можно я прокомментирую, что это не водоем, а стадион. Шутки шутками, но, как выяснилось впоследствии, никакого чемпионата в этом году в Котовске не проводили. Запретили спасатели. Все, кого мы видели на месте в тот день, судя по всему, рыбаки-любители. Или... По некоторым данным, подобной весны не было где-то лет 80. Поэтому лед тает буквально на глазах. Еще в минувшие выходные он местами был на реках, однако выходить на него все-таки было уже небезопасно. Впрочем, тамбовским любителям зимней рыбалки, как мы уяснили, все нипочем. На их языке, правда, это звучало бы несколько иначе. Сезон только начинается. Лед на реке еще не окреп. На улице плюс 2 градуса. Но мы видим, что некоторые уже начали зимнюю рыбалку. Скажите, а вам не страшно там сидеть? Не страшно. И все же напомним, лед никогда не бывает безопасным. И уж тем более не стоит даже пытаться выходить на водоем при устойчивом плюсе, когда прибрежные зоны уже открыты. Бдительными стоит быть и с наступлением купального сезона. Как правило, в конце апреля-начале мая спасателям приходится чаще всего выезжать на помощь тонущим людям. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей.